Сегодня вашему вниманию предлагается рассказ «Девочка с Васильевского острова». Это о девочке Тане Савичевой, которая в военное время Ленинградской блокады вела дневник. Дневник состоял всего лишь из девяти страничек. Но эти страницы дали огромный-огромный след в истории нашей страны. «Девочка с Васильевского острова». Я Валя Зайцева с Васильевского острова. У меня под кроватью жилет хомячок. Набьет полные щечки про запас, сядет на задние лапы и смотрит черными пуговками. Вчера я отдубасила одного мальчишку, отвесила ему хорошего веща. Мы, Васильевские девчонки, умеем постоять за себя, как надо. У нас на Васильевском всегда ветрено. Сечет дождь, сыплет мокрый снег, случаются наводнения, и плывет наш остров, как корабль. Слева Нева, справа Невка, впереди открытое море. У меня есть подружка, Таня Савичева. Мы с ней соседки. Она со второй линии, дом 13. Четыре окна на первом этаже. Рядом булочная. В подвале керосиновая лампа. Сейчас лавки нет. Но в Таня на время, когда меня еще не было на свете, на первом этаже всегда пахло керосином. Мы не рассказывали. Тане Савичевой было столько же лет, сколько мне теперь. Она могла бы давно уже вырасти, стать учительницей, но навсегда осталась девчонкой. Когда бабушка посылала Таню за керосином, меня не было. И в Умянцевский сад она ходила с другой подружкой. Но я все про нее знаю. Не рассказывали. Она была певуньей. Всегда пела. Ей хотелось декламировать стихи, но она спотыкалась на словах. Споткнется и все думает, что она забыла нужное слово. Моя подружка пела потому, что когда поешь, не заикаешься. Ей нельзя было заикаться. Она собиралась стать учительницей, как Линда Августовна. Она всегда играла в учительницу. Наденет на себя бабушкин платок, Сложит руки замком и ходит из угла в угол. Дети, сегодня мы займемся с вами повторением. И тут споткнется на слове, покраснеет, повернется к стене. Хотя в комнате никого. Говорят, есть врачи, которые лечат от заикания. Я нашла бы такого. Мы, Василиостровские девчонки, кого хочешь найдем. Но теперь врач уже не нужен. Она осталась там, моя подружка Таня Савичева. Ее везли из осажденного Ленинграда на Большую Землю. И дорога, названная Дорогой Жизнию, не смогла подарить Тане Жизнь. Девочка умерла от голода. Не все ли равно, от чего умирать? От голода? Или от пули? Может быть, от голода даже страшнее. Я решила отыскать Дорогу Жизни. Поехала на Ржевку, где начинается эта дорога. Прошла два с половиной километра. Там ребята строили памятник детям, погибшим в блокаду. Я тоже захотела строить. Какие-то взрослые спросили меня. Ты кто такая? Я Валя Зайцева с Васильевского острова. Я тоже хочу строить. Мне сказали, нельзя. Приходи со своим районом. Я не ушла. Осмотрелась и увидела малыша. Голова стика. Я ухватилась за него. Он тоже пришел со своим районом. Он пришел с братом. С братом можно. С районом можно. А как же быть? Я одна. Я сказала им. Понимаете? Я ведь не так просто хочу строить. Я хочу строить своей подруге Тане Савичевой. Они выкатили глаза, не поверили. Переспросили. Таня Савичева твоя подруга? А чего здесь особенного? Мы одногодки. Обе с Васильевского острова. Но ее же нет. Да чего бестолковые люди. А еще взрослые. Что значит нет, если мы дружим? Я сказала, чтобы они поняли. У нас все общее. И улица, и школа. У нас есть хомячок. Он набьет свои щеки? Я заметила, что они не верят мне. И чтобы они поверили, выпадала. У нас даже почерк одинаковый. Почерк? Они удивились еще больше. А что? Почерк. Неожиданно они повеселели. От почерка. Это очень хорошо. Это прямо находка. Поедем с нами. Никуда я не поеду. Я хочу строить. Ты будешь строить. Ты будешь строить. Для памятника писать. Танином почерком. Маму, согласилась я. Только у меня нет карандаша. Дадите? Ты будешь писать на бетоне. На бетоне не пишут карандаши. Я никогда не писала на бетоне. Я писала на стенках, на асфальте. Но они привезли меня на бетонный завод. И дали Танин дневник. Записную книжку с алфавитом АВВ. У меня есть такая же книжка. За 40 копеек. Я взяла в руки Танин дневник. И открыла страничку. Там было написано. Женя умерла. 28 декабря. В 12.30 часов. 41 год. Мне стало холодно. Я захотела отдать им эту книжку. И уйти. Но я Василия Островская. И если у подруги умерла старшая сестра, я должна остаться с ней. И не удирать. Давайте ваш бетон. Буду писать. Каран опустил к моим ногам огромную раму с густым серым тестом. Я взяла палочку, присяла на корточки и стала писать. От бетона веяло холодно. Писать было трудно. И мне говорили, не торопись. Я делала ошибки. Заглаживала бетон ладонью. И писала снова. У меня плохо получалось. Не торопись. Пиши спокойно. Бабушка. Умерла 25 января. 3 часа дня. 1942 год. Пока я писала про Женю, умерла бабушка. Если просто хочешь есть, это не голод. Поешь часок позже. Я пробовала голодать с утра до вечера. Вытерпела. Голод. Когда изо дня в день голодает голова, руки, сердце. Все, что у тебя есть, голодает. Сперва голодает, потом умирает. Лека умер 15 марта в 5 часов утра 1942 года. У Леки был свой угол, отгороженный шкафами. Он там чертил, зарабатывал деньги черчением и учился. Он был тихий и близорукий, в очках. И все скрипел у себя своим рифейдером. Мне рассказывали, где он умер. Наверное, на кухне, где маленький слабым паровозиком тренела буржинка. Где спали раз в день и ели хлеб. Маленький кусочек, как лекарство от смерти. В веке не хватило лекарства. Пиши, сказали мне. В новой раме бетон был жидкий. Он наползал на буквы и слово «умер» исчезло. Мне не хотелось писать это слово. Но мы сказали, пиши, Валя Зайцева, пиши. И я снова написала «умер». Дядя Вася умер 13 апреля, 2 часа ночи, 1942 год. Дядя Леша, 10 мая, 4 часа дня, 1942 год. Я очень устала писать слово «умер». Я узнала, что с каждой страничкой дневника Тани Савичева становилось все хуже. Она давно перестала петь и не замечала, что заикается. Она уже не играла в учительницу, но не сдавалась, жила. Мне рассказывали. Наступила весна, зазеленели деревья. У нас на Васильевском много деревьев. Таня высохла, вымерзла, стала тоненькой и легкой. У нее дрожали руки и от солнца полили глаза. Фашисту убили половину Тани Савичевой, а может быть больше половины. Но с ней была мама, и Таня держалась. «Что же ты не пишешь?» – тихо сказали мне. «Пиши, Валя Зайцева, а то застынет бетон!» Я долго не решалась открыть страничку на букву «М». На этой страничке Таниной рукой было написано. «Мама, 13 мая, 7.30 утра 1942 года». Таня не написала слово «умерла». У нее не хватило сил написать это слово. Я крепко сжала палочку и коснулась бетона. Не заглядывала в дневник, а писала наизусть. Хорошо, что почерк у нас одинаковый. Я писала изо всех сил. Бетон стал густым, почти застыл. Он уже не наползал на букву. «Можешь еще написать?» «Я допишу», – ответила я и отвернулась, чтобы не видеть моих слез. Ведь Таня Савичева – моя подружка. Мы с Таней одногодки. Мы – Василиостровские девчонки. Умеем постоять за себя, когда надо. Не будь она Василиостровской или Ленинградкой, не продержались бы мы так долго. Но она жила. Значит, не сдавалась. Открыла страничку «С». Там было два слова. Савичева умерли. Открыла страничку «У». Умерли все. Последняя страничка дневника Тани Савичевой была на букву «О». Осталась одна Таня. И я представила себе, что это я, Валя Зайцева, осталась одна, без мамы, без папы, без сестренки. Голодная, под обстрелом, в пустой квартире на второй линии. Я захотела зачеркнуть эту последнюю страницу, но бетон затвердел. И палочка сломалась. И вдруг про себя я спросила Таню Савичеву. Почему одна? А я? У тебя же есть подруга Валя Зайцева, твоя соседка с Васильевского острова. Мы пойдем с тобой. В Румянцевский сад, побегаем. А когда надоест, я принесу из дома бабушки платок. И мы сыграем в учительницу Линду Агустон. У меня под кроватью живет хомячок. Я подарю его тебе на день рождения. Слышишь, Таня Савичева? Кто-то положил мне руку на плечо и сказал, пойдем, Валя Зайцева, ты сделала все, что нужно. Спасибо. Я не поняла, за что мне говорят спасибо. Я сказала, приду завтра, без своего района. Можно? Приходи без района, сказали мне. Приходи. Моя подружка Таня Савичева не стреляла в фашистов и не была разведчиком и партизаном. Она просто жила в родном городе в самое трудное время. Но, может быть, фашисты потому и не вошли в Ленинград, что в нем жила Таня Савичева. И жили еще много других девчонок и мальчишек, которые так навсегда и остались в нашей памяти. И с ними дружат сегодняшние ребята, как я, дружу с Таней. И дружат ведь только с живыми. И плывет наш остров, как корабль. Слева Нева, справа Невка. Впереди открытая моря.